Всем привет! И снова анбоксинг. Я снимаю это видео на мою любимую камеру Canon EOS 7D. Я купил ее 6 лет назад и она служила мне верой и правдой. Но в последнее время у нее начались какие-то странные проблемы с фокусировкой. Ладно, если бы это была просто так любительская съемка, но это профессиональная съемка и мне нужно, чтобы камера работала как швейцарские часы, как мой любимый нож. Венгер. Наконец я решил купить новую камеру. Я долго выбирал. Как многие уже знают, сейчас вышла новая камера, инкарнация Canon EOS 7D. 7D Mark II. Это отличная камера, но от некоторых фотоблогеров я слышал, что у нее опять есть проблема с фокусировкой. И я решил купить Canon EOS 5D Mark III. Анбоксировка. Сейчас цены на эту камеру немножечко-немножечко упали. Она все равно очень дорогая. Что происходит с моей семеркой? Понятия не имею. Есть несколько вариантов. Это могли быть объективы. Но у меня, я снимал и на одном, и на втором моем объективе, то же самое. Я делал жесткую перезагрузку. Это когда вынимается маленькая, вот эта вот литиевая, по-моему, батарейка, часовая батарейка из фотоаппарата. Это помогло на пару месяцев. Сейчас это началось опять. То есть, говорят, некоторые говорят, что это связано с прошивкой, которая была последняя прошивка. И что-то с этим не то. Открывать будем предельно, предельно осторожно. Вот она. Малютка. Коробочка. Как видите, коробка серо-черного цвета. Это китовая коробка. Вместе, по идее, должна была быть 24-105 F4L. Но я его не брал. Но, видимо, вытащили. Ну ладно, откроем. Так. Документация из магазина. Воздух. Это вместо объектива. Так. О! Батарейка. Это, в принципе, отличная батарейка. Сейчас есть LPE6N. Это идут уже с новыми, совсем новыми камерами. Вот. Что хорошо, что моя семерка и пятерка у них такие же батарейки. Это аудио-видеокабель. А это у нас кабели. О! Это у нас... Ха! Интересно. Значит, здесь зарядное устройство немножечко отличается от моего зарядного устройства к семерке. Вот. В семерке вы могли это зарядное устройство вставить прямо вот такая вот откидывающаяся штучка была. Вот ее прямо вставляли в розетку. Там еще переходник был. Здесь это вы кладете. Это провод сюда. В общем, наверное, чтобы солиднее. Ну, это, как всегда, ремешок. Это, конечно, очень секси 5D Mark III. Но я пользуюсь Black Rapid Strap. Это наглазник. Кабель USB. Что у нас еще? Бумажечки. Это программное обеспечение и мануалы к камере. Ну, это, как всегда, вот гайд. В принципе, в некоторых камерах, по-моему, в iOS 1DX там еще больше. Вот. Здесь на... А, здесь на английском языке. Вот она. Вот так она запакована. Стандартная упаковка. Кенон. О, вот она. Вот она, лапуленция. Сделана в Японии. Такая увесистая камера. Даже без батарейки и батарейной ручки. В принципе, я привык... И моя первая камера 20-ка, и 7-ка. Я пользовался всегда батарейными ручками. Это как-то лучше и удобнее лежит в руке. Опять же, можно снимать вертикальную съемку. Как-то удобнее. Вот. Но, в принципе, в принципе, так тоже удобно. И оно, конечно же, полегче. Эта камера очень похожа на 7-ку. Только, конечно же, она более профессиональная. Ну, здесь есть, конечно, отличия. Больше матрица. Также здесь, кроме того, что микрофон, можно еще и наушники подключить. Это вообще отлично. Вот. Ну, а так... Да. И самое главное. Что здесь? О! Здесь, не знаю, видно тут или нет, слоты для карточек памяти. Здесь два. Для Compact Flash, которым я обычно, вот всегда пользуюсь уже сколько, много-много лет. И SD-карта. Причем, можно использовать это как одновременно, делая и туда, и туда запись, как последовательно. Или, например, делать на одну карточку видео, на другую фото. Как видите, она также отличается от 7-ки. То, что нету встроенной вспышки. Но последний раз я пользовался встроенной вспышкой, я не знаю, ну, год или полтора назад. Просто что-то там мне нужно было чуть-чуть подсветить. То есть, с одной стороны, это удобно, но я не пользуюсь. Я пользуюсь внешними вспышками, а в последнее время все больше и больше не просто внешними, а вообще удаленными вспышками. В управлении она, как я понял, похожа на 7-ку, но все-таки есть отличия. Спасибо за внимание. Это была распаковка офигительной камеры Canon EOS 5 Mark III. Ставьте пальцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok